Решать задачи переселения граждан из бараков в новые квартиры в стране будут по-новому. Накануне об этом говорили в Москве члены рабочей подгруппы Государственного Совета. Сейчас под руководством главы Чувашии готовится детальный доклад президенту страны об аварийном жилищном фонде. Какие проблемы при его ликвидации возникают у регионов и что может прийти на замену федеральной программе. Подробности у Дмитрия Ковалева. Намеченные задачи реализовать удалось. Помощник президента страны Игорь Левитин уверен, что к сентябрю этого года программу ликвидации аварийного жилья завершат большинство субъектов. Но возникает резонный вопрос, будет ли и дальше оказываться поддержка жителям, которые сейчас проживают в бараках. Губернатор Амурской области говорит, только в его регионе необходимо переселить людей с 300 тысяч квадратных метров. Бюджет был принят за кредиталон 96%, мы его снизили на 11% по требованию Минфина, мы сейчас очень жесткие в рамках. Аварийное жилье, я сейчас посмотрел сравнительную таблицу, у нас 340 тысяч, у наших соседей у Хабаровска 40 тысяч аварийного жилья. Предполагаю, что то, что не поставлено было на 1 января 2012 года, наверное, будет поставлено в последующем. Ставить на учет аварийное жилье в стране продолжат и дальше. Но пока непонятно, из каких источников будет финансироваться эта программа. В Минстрое страны предлагают разные варианты. Эти дома, которые мы сегодня с вами переселяем, они стали аварийными, в том числе из-за того, что не было программ модернизации и капитального ремонта этого жилья. Должен быть не программно-целевой метод, когда мы говорим, к такому-то году завершить все расселение. Жилищный фонд будет постоянно нарастать. Если мы не дадим регионам инструменты переселения и принятия решений по расселению раз и по развитию своих территорий два, то мы эту проблему постоянно, она постоянно будет стоять остро на повестке дня. Члены госсовета в Кремле обсудят создание специализированного фонда, который будет курировать вопросы ликвидации аварийного жилья. Предстоит решить и другие проблемы. В ближайшее время необходимо проработать законодательную базу. Очевидно, что после сентября только за счет бюджета переселять жителей в новые квартиры не получится. Критерии определения ветхого жилья, аварийного жилья с законодателем на уровне нормативно-правовых документов еще предстоит совершенствовать. Почему я так говорю? Потому что не совсем до конца учтены вопросы социального статуса, вопросы социальной справедливости. Если любой собственник должен нести ответственность, все риски постоянно не должны перекладывать на государство. Мы примерно составили, сегодня 1750 человек у нас живут уже в аварийном жилищном доме, которые признали муниципальное образование после 1 января 2019 года. Стоимость это примерно 750 миллионов рублей. Михаил Игнатьев считает, что государственная поддержка должна стать адресной. В первую очередь ее необходимо оказывать многодетным и малоимущим семьям. Если на самом деле семья на сегодняшний день в трудоспособном возрасте, они могут работать, зарабатывать деньги, они могут оформить кредит, то они должны использовать уже другие механизмы и 100% со стороны бюджета обеспечить их жильем не совсем справедливо. В Минстрои говорят, что лучшие регионы необходимо стимулировать. Ответ за членами Госсовета. В начале мая им представят доклад, в котором будут проанализированы все этапы реализации федеральной программы. Не могу не похвалить за очень четко эффективное взаимодействие и соответствующее управление администрации президента и команду Михаила Васильевича Вашего, потому что действительно работа была очень четко организована. Это позволило сформировать в редакционной группе тот доклад, который всем разослан. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.